Здравствуйте! Вы смотрите программу «Биржевой помощник» в студии Полины Алексеева. Не так давно состоялось открытие Саудовской фондовой биржи и влияние этого события на рынок Форекс мы обсудим сегодня в студии. У нас в гостях находится инвестиционный консультант компании «Фибогрупп» Евгений Слесарев. Здравствуйте, Евгений. Совсем недавно Саудовская Аравия открыла доступ на свои фондовые рынки для иностранных инвесторов. Капитализация Саудовской фондовой биржи составляет 572 миллиарда долларов. Это 11 место в мире по капитализации. При этом она оставалась одной из самых закрытых для иностранцев. Как доступ на Саудовскую фондовую биржу отразится на рынках? Сейчас достаточно сложно сказать, в каких объемах международные инвесторы пойдут на этот рынок. Скорее всего, те, кто готовился к этому событию, они уже освободили какие-то деньги и они только ждут разрешения для того, чтобы получить доступ и скупить интересующие их активы. Все остальные, я думаю, будут совершать какие-то осторожные пробные покупки и не станут активно продавать свои активы на других площадках. Поэтому мы не увидим такого активного перетекания капитала. Не будет сбрасывания акций, скажем, на фондовых рынках Европы или Соединенных Штатов с целью того, чтобы купить бумаги на ближневосточной бирже. Но думаю, что для ближневосточной биржи, для Саудовской биржи, это будет положительным моментом, потому что в любом случае придут новые капиталы, они вызовут рост ценных бумаг на этой бирже. И поэтому там как раз мы увидим активный сильный рост. Поэтому для инвесторов это может быть интересно. А как открытие этой биржи отразится на Форекс? Ну, тут нужно понимать, что все-таки реал, денежная единица Саудовской Аравии, не является свободно конвертируемой валютой. Она привязана к доллару США, есть привязки к другим валютам, то есть они там пытаются переходить. Но тем не менее, не свободно конвертируемая валюта, значит, на рынке Форекс она не торгуется. А значит, и вот такого прямого воздействия на валютный рынок мы с вами не увидим. Да, но это прямое воздействие. Тем не менее, вполне возможно, что будет опосредованное воздействие через другие валюты. Тем более, что один из постулатов технического анализа говорит о том, что цена учитывает все. Значит, будет интерес. Будут как-то покупать Саудовский реал. А как его купить? Скорее всего, его будут покупать через доллар США. Значит, нужно будет продать, скажем, евро или британский фунт и купить доллар США. Ну а следующий вывод, который мы можем сделать, да, что доллар США может получить поддержку от вот этих событий. Он так сейчас, в принципе, в определенном фаворе, да, в таком, что к нему больше инвесторы прибегают. Ну и вот еще дополнительный факт для того, чтобы он рос. Но, в принципе, нужно понимать вот эти закономерности, да, и мы о них пытаемся рассказать и в том числе у нас на семинарах, куда я с удовольствием приглашаю всех наших телезрителей. Если вы хотите понять закономерности влияния тех или иных событий, мировых событий на финансовые рынки, в частности, на валютный рынок Форекс, записывайтесь к нам на бесплатные вводные семинары. Телефон для записи вы видите на своих экранах. Саудиты открыть доступ открыли, но при этом выдвигают довольно жесткие условия. То есть торговать на их бирже могут далеко не все. Зачем они это делают? Неужели нельзя открыть доступ для всех желающих? Ну, в принципе, да, их биржа была такая достаточно закрытая долгое время. И сейчас вот они постепенно привлекают, как вы говорите, по жестким требованиям. Да, жесткие требования выдвигаются в первую очередь к тому, что это должны быть институционные участники, должны быть крупные участники. Очень простой вывод. Они хотят сначала привлечь как можно больше денег, а потом уже задумаются о том, чтобы привлекать как можно больше участников. То есть, скорее всего, интерес вот такой вот денежный, поскольку биржа и так достаточно капитализирована. Да, вы сказали, 11 место в мире. Это очень хороший показатель. И они еще дополнительные деньги хотят привлечь. То есть это увеличит капитализацию в первую очередь, да, а это поднимет престиж биржи. Ну, а дальше уже можно будет привлекать и мелких инвесторов, что создаст более техничные картины. Но это второй шаг. Он обязательно будет. Просто нужно подождать какое-то время. А вообще, почему биржа была закрыта для иностранных инвесторов? Разве это выгодно для рынка страны? Есть ли еще примеры приватных бирж? Что касается закрытости Саудовской биржи, то, ну, во-первых, тут сказывался менталитет. Во-вторых, мы знаем, что Саудовская района как таковая достаточно закрытая страна, да, и экономически в том числе. Соответственно, в первую очередь, чего хотели добиться Саудиты, с моей точки зрения, вот такой закрытостью биржи, заставить те огромные средства, внутренние средства, которые аккумулировались в стране за счет продажи нефти и природных ресурсов, заставить их работать еще на какие-то отрасли, в том числе на фондовый рынок. То есть первая цель – это привлечение собственных денег, заставить эти собственные деньги работать внутри страны. Когда это заработало, когда уже все желающие реализовали, собственно говоря, возможность такую, вот тогда следующим шагом, вполне логичным шагом, кстати, является открытие собственной биржи для международных инвесторов, ну, как мы сказали, для крупных, для инвестиционных, опять-таки привлечения денежных средств. Ну и потом эта биржа получит технические какие-то навыки, получит спецификацию определенную, да, и она станет, ну, крупнейшей мировой биржей, в этом, в принципе, сомневаться не приходится. А что касается закрытости, ну, в первую очередь, конечно же, можно вспомнить китайский рынок. Мы с вами как-то в одной из прошлых наших передач уже немножко затрагивали эту тему, да. Скажем, шанхайская биржа какое-то время тоже была закрыта, потом было деление на акции типа А и акции типа Б. Акции типа А торговались исключительно за юань, собственно говоря, резидентами Китайской Республики, да. А акции типа Б торговались за валюту, да, ими могли торговать международные инвесторы. Сейчас, в общем-то, идет процесс объединения. То есть вот вам еще один пример, но это достаточно редкое явление. Явление, которое характеризует, кстати, страну, активно развивающуюся, и страну с большими денежными ресурсами. Здесь вам и Китай, да, у которого достаточно большие денежные ресурсы на сегодняшний день, и Саудовская Аравия, которая тоже достаточно богатая. Обычно становление биржи – это попытка привлечения инвестора, и в том числе международного инвестора. И если мы говорим о каких-то развивающихся странах, то там в первую очередь, конечно же, ориентируется и на международные инвесторы, на международные денежные потоки. Мнение большинства людей о фондовой бирже сводится к тому, что это площадка для спекуляций и зарабатывания денег из воздуха. Вы тоже так считаете? Ну, не совсем так, я даже противник такого мнения в какой-то степени, потому что все-таки фондовая площадка – это возможность молодой растущей компании привлечь дополнительный инвестиционный капитал. Ведь если компания растет, у нее первая возможность получить такой дополнительный капитал – это обратиться в банк, да, различные программы по инвестированию. Но там есть обязательные сроки выплат, проценты, а не каждая молодая компания может себе это позволить. Строго в определенный период заплатить процент, да, и вернуть всю сумму потом. Поэтому можно попробовать разместить собственные акции, то есть продать часть собственности компании, да, другим участникам. Вы получаете собственников дополнительных, да, вы делитесь правами на эту компанию, но при этом вы привлекаете свободные денежные средства. То есть привлечение инвест-капитала – вот основная задача биржевой торговли, вот основная задача фондовых рынков, да. Ну, а потом уже фондовая биржа дает возможность перераспределять вот эту собственность, да, ведь кто-то хочет остаться в собственной компании, он держит акции, а кто-то в какой-то момент хочет получить наличные деньги. И тогда он может обратиться на фондовую биржу, продать свои акции, продать свою собственность другому желающему, да, и получить за это деньги, доход. Ну и, безусловно, интересные компании, акции интересных компаний на фондовом рынке растут, а значит мы индикативно получаем представление о том, какие компании перспективны, а какие нет. Конечно, рынок может в какой-то момент заблуждаться, но в долгосрочной перспективе это очень хороший инструмент, в том числе для того, чтобы отслеживать экономические перспективы компании. Ну и, безусловно, зарабатывание денег, но не из воздуха, да, а из роста экономики, потому что рост стоимости акций показывает, что компания работает успешно, у нее растет капитализация, растет спрос на ее услуги. Поэтому не из воздуха все-таки, а из экономики. А какие наиболее известные миру биржи можно назвать? Начать, наверное, нужно с Соединенных Штатов, потому что там старейшие, там известнейшие биржи, и в первую очередь это NASDAQ, это Amex и это NICE, да. Ну, NICE, наверное, как самая старейшая биржа, Нью-Йоркская фондовая биржа, крупная площадка, сейчас она объединяется еще с европейскими биржами, да, то есть это получается такой фондовый конгломерат огромный, вот, и, по крайней мере, о Нью-Йоркской бирже слышали все. Кроме того, я думаю, что большинству наших телезрителей известна еще такая площадка, как NASDAQ, да, она несколько необычна, но тем не менее основная масса телезрителей, думаю, знает ее, потому что это фондовый рынок, на котором в основном торгуются компании высоких технологий. Этим она и необычна? Нет, необычна она тем, что это одна из первых площадок, которая предоставила виртуальные торги, то есть у нее нет как таковой площадки. Вот, ну и Amex, как противоверс Нью-Йоркской бирже, тоже есть определенные спецификации, но, тем не менее, известны достаточно. Если мы перейдем с вами в Европу, то тут, безусловно, лондонская фондовая биржа, да, кстати, именно там торговалось несколько казахстанских компаний, акции казахстанских компаний там торговались. Кроме того, франкфуртская биржа в Германии, ну и нельзя не вспомнить о Париже, где на сегодняшний день территориально размещается Euronex, да, такая вот еще фондовая площадка. Ну и, безусловно, Азия — это токийская фондовая биржа. Это основные, да. А чем эти биржи отличаются друг от друга? Каковы их принципы работы, спецификации контрактов? Ну, если глобально смотреть, то особого отличия нет. Это площадка, на которой торгуются различные фондовые активы. Разница заключается, ну, во-первых, в типе этих активов, да. Если мы говорим о Нью-Йоркской бирже, то там, в основном, торгуются самые известные капитализированные компании, американские, международные компании. Если мы посмотрим на Амекс, да, то там чаще всего торгуют молодые компании, начинающие компании, но, тем не менее, перспективные, безусловно, да. А NASDAQ, как я сказал, отличается тем, что специализируется в основном на высоких технологиях, хотя, в принципе, на NASDAQ более 3000 акций, да. И там можно увидеть и строительные компании, в том числе и компании сферы сервиса. То есть просто они каким-то образом прошли листинг именно на этой бирже. Вот. Если говорить, скажем, о европейских биржах, то, опять же, чаще всего это местные компании, да. Хотя, если взять лондонскую биржу, вот я сказал о казахстанских компаниях, да. По статистике, 50% компаний на лондонской бирже – это не английские компании, не компании из Великобритании. То есть это такой международный фондовый центр лондонской биржи. Вот. А Euronext, ну, отличается тем, что это электронная уже биржа. У нее нет, мы не можем сказать, что вот такая вот конкретная площадка, хотя размещается в Париже, как я сказал, да. Вот такие мелкие особенности по типу бумаг, по, допустим, специализации какой-то, да. Поэтому, выходя на конкретную площадку, смотрите, есть ли там интересные вам бумаги, да. Интересно ли вам, в принципе, работать с этим рынком, потому что некоторые брокеры работают в определенное время. Допустим, когда у нас ночь, и хотелось бы поспать, а не принимать торговые решения. Допустим, в принципе.